Коллеги, добрый день еще раз. Все, кто хотел, все пришли. Давайте тогда начинать наш вебинар. Представлюсь. Меня зовут Андрей Скалота. Я являюсь менеджером по развитию компании Epimatic. Сегодня наш вебинар посвящен АТС от компании E-Star N-Series. Данная линейка позиционируется как аналоговые станции с поддержкой в AIP-технологии. Итак, в линейке, в модельном ряду линейки представлены две станции. E-Star N-412 – это младшая станция, и E-Star N-824 – это старшая модель в данной линейке. Еще раз повторюсь, что позиционируются они как альтернативная замена уже имеющимся каким-то аналоговым станциям, традиционным уже, те, которые используются. Очень часто мы встречаем такой вариант, что люди уже имеют аналоговые линии, хотят попробовать SIP, и при этом не очень хотят отказываться, в принципе, от аналога. Покупать, например, S-серию, и покупать туда большое количество модулей, получается иногда накладно, и не всегда клиенты на это готовы и согласны идти. Поэтому вот есть такая альтернатива, как N-серия, в принципе, она уже достаточно укомплектована для небольших офисов или удаленных филиалов, плюс есть поддержка в АИП, что позволит объединять с какими-то центральными офисами, если мы говорим о удаленных филиалах, либо для каких-то небольших компаний, которые сидят уже на аналоге. И, в принципе, так как станции довольно-таки старые, много возможностей и много интересных функций они не имеют. Переходить на что-то дорогое, есть опасения, потому что это новое, это непонятное. Как бы есть все еще такой вот некий барьер у людей, которым довольно-таки сложно перешагнуть. Ну, итак, давайте более подробно все-таки о моделях. Итак, младшая модель еще раз, это N-412. На передней панели данной станции находятся индикационные датчики. Слева направо это состояние. Здесь отображается разная индикация разных действий станции, то есть подключение к сети, стабильность работы, работает она или не работает, в зависимости от того, статично или мигает, соответственно, можно получить информацию о станции. Следующие зеленым подсвечены, это статус FXS, это статусы аналоговых телефонов, соответственно, также есть различная индикация, либо горы статичного, либо мигает, в зависимости от этого мы можем понимать, телефон находится в режиме ожидания, либо человек разговаривает. Следующие статусы, отмеченным красным, это для линий FXO, для внешних городских линий. На задней панели станции находятся разъемы для подключения всех этих линий, также, соответственно, для FXO и FXS. Кроме того, здесь на задней станции есть разъем LAN-WAN для подключения к сети, есть разъем для подключения microSD-карты, кнопочка сброса всех настроек и, соответственно, разъем для подключения питания. Данная модель имеет две комплектации, базовую и, соответственно, максимально в базовой комплектации она поставляется на 8 аналоговых абонентов, то есть на 8 FXO портов имеет уже включено 2 линии FXO для подключения двух городских линий, при этом уже на борту имеет возможность подключения до 8-7 абонентов, то есть это могут быть либо телефоны, либо софт-клиенты, либо шлюзы, ну, все что угодно, и имеет возможность работать до 4-х СИП-линий, то есть до 4-х провайдеров вы можете подключить. При этом ограничение идет на 8 одновременных вызовов. То есть максимальной комплектации можно установить до 12 аналоговых абонентов, до 4-х городских линий FXO, либо до 4-х линий BRI, либо 2 линии BRI и 2 линии FXO. Вариации могут быть разные. То, что касается СИП-линии, здесь не меняется 8 СИП-абонентов, 4 СИП-линии. Количество одновременных вызовов тоже не меняется. Соответственно, аналоговые линии и аналоговые линии для подключения аналоговых внешних линий и для внутренних аналоговых линий подключаются с помощью уже модулей S2 и O2. То есть в этом случае для тех, кто знаком уже с продукцией старой, здесь особо ничего не меняется. Устанавливается довольно-таки легко и просто, снимается крышка. На материнской плате имеются специализированные разъемы. Соответственно, в самом модуле есть определенное количество ножек. Промахнуться, в общем-то, нереально. Старшая – это E-STAR N824. Данная модель является законченной. То есть ничего добавить или что-то убрать из этой станции уже нельзя. И рассчитано на 24 линии FXO, то есть на 24 порта подключения аналоговых телефонных и 8 линий FXO. Соответственно, 8 городских линий. На задней панели имеется разъем TELCO для FXO и разъем TELCO для FXS. Также имеется разъем для SD-карты, имеется разъем для подключения к сети, имеется разъем для подключения к консоли. То есть для тех, кому как-то хочет управлять с помощью консоли либо получать оттуда какую-то дополнительную информацию, то здесь уже такая возможность предусмотрена. И, соответственно, в комплектации, как я уже сказал, она является максимальной, ничего изменить нельзя. И рассчитано на 24 аналоговых оппонента, на 8 городских линий, на 8 SIP-линий и на 8 SIP-оппонентов. При этом имеют 16 одновременных вызовов. Ну, теперь, наверное, самое интересное, поговорим о возможностях. Основные возможности в станции, то есть это наиболее популярные, наиболее востребованные возможности. Это запись разговоров, возможность работы с интерактивным автоответчиком, то есть EVR, возможность гибкой маршрутизации вызова. То есть здесь подразумевается, куда входящий вызов или исходящий, через какие маршруты будут работать. То есть попадет он напрямую к секретарю, либо он попадет в очередь, либо он попадет через меню EVR по нажатию, куда-то он попадет в группу, в очередь или к секретарю, ну и так далее. То есть так называемая гибкая маршрутизация вызова. Соответственно, обработка вызова. Тоже может быть разная возможность работы с конференц-комнатами и некая такая возможность, как мобильный номер. То есть здесь подразумевается привязка мобильного номера к внутреннему абоненту. Если такая привязка имеется, то внутренний абонент имеет дополнительные возможности, такие как, например, в случае, если он звонит извне со своего мобильного номера на городской номер станции, то она его определяет. Определяет его как внутреннего абонента, дает возможность напрямую набирать с мобильного телефона внутренних абонентов. При этом у внутренних абонентов будет отображаться, как будто он звонит из офиса своего внутреннего номера. Плюс этому мобильному номеру дается возможность использования исходящих линий. То есть он как участник внутренний, то есть как внутренний оппонент, может совершать звонки, которые ему доступны для его номера. Здесь тоже такая интересная и полезная функция. Но вообще, если говорить про функции, то на самом деле их более 30. И как показывает практика, если не все, то, по крайней мере, большую часть, эти функции закрывают потребности клиентов. То есть из дополнительного интересного, здесь еще есть такая очень удобная функция, как автоклип. То есть это функция, которая запоминает пару внутренний абонент, внешний номер. И в случае, если внешний номер призванивает на городской номер станции, он, обходя все ваши правила, то есть AVR, секретарита и так далее, сразу напрямую попадает к внутреннему абоненту. Ну, как пример, наверное, если, может быть, не все, то большинство встречалось с таким моментом, когда вы видите на мобильном телефоне пропущенный звонок с какого-то городского номера, перезвоните на этот городской номер, а там вы слушаете приветствую AVR, далее попадаете на секретаря, если вам это интересно, вы пытаетесь выяснить, кто вам позвонил и так далее, тратите на это кучу времени, либо вы просто не перезваниваете. То есть данная функция позволит вот это все миновать, и, соответственно, если вы перезваниваете на этот внешний номер, то система автоматически соединит с внутренним абонентом, который вам совершал звонок. Кроме того, так как устройство сетевое, естественно, предусмотрен фейервол от злоумышленников, есть еще такие функции, как захват вызова, регулировка рабочих часов, возможность переадресации звонков на e-mail, если вы используете голосовую почту, ограничение исходящих вызовов по ПИНу, различные системные сообщения. Ну и, в общем-то, все еще много-много чего интересного. Ну и, конечно же, интересная функция – это контроль вызова. Когда, скажем, руководитель подразделения может слушать, прослушивать, давать советы и так далее людям, которые уже находятся в режиме разговора. То есть он может отключиться, прослушать, что отвечает внутренний абонент, может ему подсказывать, либо может включить конференцию, и тогда внутренний абонент плюс руководитель этого человека плюс внешний абонент получает в него такую конференц-комнату, в которой они могут пообщаться, решить все свои вопросы. Ну, давайте далее, потому что можно много рассказывать о всех функциях. Ну и, конечно же, наверное, для большинства интересно – это сравнение N-серии с традиционно аналоговыми станциями. Артем, я как раз сейчас об этом расскажу, и вы получите ответ на свой вопрос. Итак, сравнение. Как раз следующий слайд – запись разговора. Для традиционных станций, чтобы получить такую функцию, вам необходимо приобрести дополнительное оборудование. То есть это некий какой-то сервер, он может быть железный, либо может быть софтовый, плюс обязательные такие железки, как сплиттер, в разрез которого подключается линия, для того, чтобы потом задублировать на этот сервер записи. Плюс, естественно, какой-то сервер, либо любой ПК с специализированным программным обеспечением, который все это будет мониторить, записывать, выдавать, переадресовывать и так далее ваши записи разговора. То есть без дополнительных затрат такая функция не реализована. В N-серии реализована же и встроена непосредственно саму систему, не требует никаких затрат, все это бесплатно, все это предусмотрено. К тому же реализованы две записи разговора, первая – это по нажатию, и вторая – это, соответственно, автоматическая запись разговора, которая записывает все разговоры, точнее, как все, все настроенные разговоры. То есть если вы желаете писать всех абонентов, вы просто всех абонентов добавляете. Также вы можете выбрать, с каких линий записывать, записывать ли разговоры в конференц-комнатах и так далее, и так далее. Например, вы можете записывать всех за исключением руководителя, но при этом руководитель имеет функцию запись по нажатию, То есть некая какая-то кнопочка, которая настроена у него на телефоне, по нажатию этой кнопочки отправляется старкод на станцию, станция автоматически, и станция начинает записывать этот разговор. Соответственно, это тоже удобно. Таким образом, директор получается незаписываемый, он записывает только те разговоры, которые ему нужны. При этом разговоры всех остальных сотрудников записываются, их можно контролировать. Еще раз повторюсь, что это уже включено в обе станции, соответственно, никаких лицензий не требуется. Вы просто ставите галочку «Активировать эту функцию» или «Не активировать». Соответственно, если активируете, дальше делайте небольшие настройки кого, когда и как записывать, из каких линий. Ну, то, что касается, где это хранить, соответственно, как я говорил, в станциях предусмотрены разъемы для microSD-карт и для SD-карт, либо вы можете хранить все это где-то на сетевом диске, на сетевом хранилище, на сервере удаленном и так далее. По размерам, ну, скажем, на 32 ГБ можно записать 61 тысячу минут, а на 256 ГБ можно записать до 4951 минут. То есть довольно-таки большой объем записывается в формате WAV-кодированных GSM. То есть вполне приемлемо мое качество, где довольно-таки четко слышно, можно разобрать разговор. Следующая немаловажная функция – это автоответчик, то есть IVR. В традиционных станциях глубина, как правило, это три шага, не более. При этом приветствие, либо какое-то системное сообщение, которое будет проигрываться при входящем звонке, можно записать только с телефона, подключенному к станции. В N-серии же глубина может достигать до 20. При этом запись, при этом системное сообщение, которое будет проигрываться при входящем вызове, может быть, во-первых, записано также традиционно через телефон подключенной системы, либо вы через веб-интерфейс можете подгрузить файл, записанный где-нибудь на студии профессионально, то есть в хорошем качестве, без лишнего шума фонового, ну и так далее. То есть более качественная, более приятная запись, что тоже иногда бывает немаловажно. Следующая функция – это использование конференц-комнат. В традиционных станциях, как правило, это до пяти участников, при этом вы не имеете никакой возможности управления данной сессией. В N-серии, в станции N-412 до 8, в старшей модели 824 до 16, то есть равняется количеству одновременных вызовов. При этом администратор имеет возможность как приглашать, так и исключать абонентов из конференц-комнат, при этом он может давать голос либо мьютить всех подряд, и, соответственно, полная блокировка конференции, то есть набралось определенное количество людей, администратор заблокировал, никто туда больше не сможет подключиться, прослушать и так далее. Следующая функция тоже востребована, часто спрашивают. Это, естественно, работа с очередями. В традиционных станциях это не предусмотрено, такой возможности нет. Ну, наверное, для понимания, чем отличается очередь от группы. То есть, когда человек звонит на группу, соответственно, он слышит только гудки, ему либо отвечают, либо не отвечают. Соответственно, ему, если не отвечают, он слышит короткие гудки, занято. Либо ему кто-то там ответил, и он поговорил. В очереди же предусмотрена система оповещения. Когда абонент звонит, скажем, все операторы заняты, то он услышит соответствующее сообщение о занятости всех операторов. Также система ему сообщит о его номере в очереди, о приблизительном время ожидания. Помимо этого, можно подключить как музыку в режиме ожидания, соответственно, варьировать какой-то своей музыкой, которую вы хотите подгрузить. Плюс в системе предусмотрено, помимо всех вот этих звуковых и музыкальных файлов, подгрузить еще один некий звуковой файл, ну, например, с какой-нибудь рекламной акцией вашей компании, либо с какой-нибудь дополнительной информацией о вашей компании. То есть также вся эта периодичность настраивается. Да, Антон, проверяли. Я вам даже больше скажу, что мы это делали сами. Поэтому как бы тут все корректно, все довольно-таки честно, по-русски, с учетом падежей. Тем не менее, даже если где-то встретится какой-то мелкий нюанс, как правило, нам абоненты сообщали, ой, абоненты говорят, наши клиенты нам об этом сообщали, и мы, соответственно, это правили, но я уже, наверное, последние полтора года не слышал о каких-либо проблемах с сообщениями в системе, в том числе и с оповещением очереди, временем и так далее. Ну, в усерии может быть. Может быть. То есть если вы знаете о каких-то косяках, мы будем рады, если вы нам напишите, укажете, где они есть. Мы их, естественно, быстренько поправим. Так, давайте дальше. Ну, и как итогов по функциям, некая такая сводная информация, традиционные станции и N-серии. IVR в традиционных станциях 3 уровня, в N-серии до 20 уровней. Конференции 5 участников, в N-серии 8 штат в зависимости от модели. Автоматическая запись разговора в традиционных станции, соответственно, не предусмотрена, в N-серии есть. Ну, и дальше такие функции, как автоклип, очередь, контроль вызова, голосовая почта, парковка и поддержка СИПа. Соответственно, в традиционных станциях не предусмотрено. В N-серии все это есть. И, как показ практикой, это очень сильно облегчает жизнь, во-первых, сотрудникам, во-вторых, повышает лояльность работы с клиентами, что тоже крайне важно для большинства компаний. Ну, немножко поговорим об использовании, опять же, немножко сравнение. Такая штука сейчас становится довольно-таки популярна. Это удаленный сотрудник, то есть это некий такой человек, который за меньшую заработную плату может работать из дома. В традиционных станциях, естественно, такой возможности в станции самой нет. Ее, конечно, можно реализовать с помощью дополнительных трасс, купить шлюзы, подключить в точке А, потом купить вторую шлюсть, подключить к точке Б. В итоге у вас получается довольно-таки дорого и накладно. В традиционных станциях, соответственно, сотрудники могут работать непосредственно только в офисе. Физически. То, что касается удаленных сотрудников в N-серии, так как есть поддержка ВАИПа, поддержка СИПа, соответственно, единственное условие для таких сотрудников это наличие интернета. Причем это может быть как бы настольный телефон дома, это может быть программное обеспечение на смартфоне, планшете, ноутбуке и так далее. Еще раз скажу, что единственное условие это наличие более-менее нормального и стабильного интернета, который вам позволит совершать и принимать звонки. То есть таким образом это не только экономия на зарплате сотрудника, но при этом это еще экономия на каком-то внутреннем общении. То есть в традиционных станциях, если у вас есть какой-то мобильный сотрудник, который постоянно передвигается где-то там по городу или где-то еще, соответственно, ему, как правило, звонят на мобильный телефон. Мобильный звонок стоит денег. А здесь он получается как внутри сети, если он имеет какую-то корпоративную симку с корпоративным интернетом, за который плачется ежемесячно. Соответственно, такие звонки будут стоить ноль. То есть ничего не стоить. То есть это такая очень удобная вещь, которая позволяет очень много экономить на связи. У нас, соответственно, это может быть не только удаленный сотрудник, это может быть руководитель, который перемещается, уехал в другую страну, куда-то навстречу, куда-то еще. Таким образом, имея какой-то красивый, может быть, даже платный клиент на своем смартфоне, имея наличие доступа к интернету, он может общаться с сотрудниками, участвовать в конференции, в каком-то обсуждении внутренней кампании, ну и так далее. То есть это очень удобная и полезная вещь. Следующее, это системные сообщения, в традиционных станциях, естественно, их нету, они не поддерживаются, и когда один абонент звонит другому, он слышит либо а длинный гудок, то есть когда дозванивается, либо короткий гудок, либо, точнее, короткий гудок, когда либо абонент занят, либо он его просто отбил. Соответственно, опять-таки же, это непонимание, это неудобно, и вы не понимаете, что с внутренним абонентом то ли он занят, то ли он вас просто отбил, или как-то еще. В N-серии предусмотрены все вот эти дополнительные вариации, то есть можно использовать различные сообщения, соответственно, для различных ситуаций, при этом сообщения вы можете использовать, которые уже загружены в станцию, они на русском языке. Кроме того, если вам они по каким-то причинам не нравятся, вы можете их записать сами, также подгрузить и использовать в тех либо иных каких-то ситуациях. Отвечая Виталию на вопрос, есть разные ПО, я, например, пользуюсь Prea, он там стоит 99 рублей, он мне нравится, у него есть поддержка видео, он вполне корректно работает. Даже больше скажу, он вполне корректно работает в наших LTE-сетях, то есть не обязательно Wi-Fi, то есть если у вас есть более-менее стабильный интернет, даже мобильный интернет, вы вполне себе стабильно можете попробовать. Но это не говорит, что это панацея, есть и бесплатные клиенты, которые работают. Причем Prea доступен как на iOS, так и на Android. На самом деле их реально очень большое количество, вы можете выбрать как платный, так и бесплатный по дизайну, по возможностям, по каким-то еще дополнительным интересным. Просто основной мой интерес упал на Брия в том, что он еще поддерживает VPN, он умеет работать с VPN. Для меня это было важно, потому что у нас как бы удаленный сотрудник, если подключается, он подключается через VPN. то бесплатные клиенты, соответственно, далеко не все эту функцию имеют. Давайте дальше. Ну, конечно же, настройка и обслуживание. В традиционных станциях, как правило, либо это системный телефон, либо некое программное обеспечение, которое установлено на ПК, при этом все это подключается непосредственно к самой станции, то есть физическое подключение, то есть настройщик, сотрудник, либо кто-то еще должен находиться непосредственно в том месте, где находится станция. Таким образом, опять-таки, это становится не очень удобно, это уменьшает мобильность. Кроме того, такой сотрудник должен иметь профессиональные знания по работе с таким оборудованием. И, как правило, такой сотрудник дороже, более-менее среднестатистического инженера, который знает, имеет представление о сетях и умеет работать с браузером. То есть, опять-таки, обслуживание несколько удороживает. Идет некое удорожение в таком сотруднике. То в традиционных, в традиционных городах, в станциях N-серии, соответственно, уже традиционно дружественный интерфейс на русском языке, не требует каких-либо профессиональных знаний, есть подсказочки, все довольно-таки логично и лаконично, все просто. Кроме того, что станция умеет работать в сетях, в IP-сетях, у нее есть веб-интерфейс, сотрудник, который управляет и настраивает станцию, может находиться где угодно. Опять-таки же, условия – это только интернет. Ему никуда не нужно ехать, он открыл где-то дома, в удаленном офисе, где-то еще, открыл свой интернет, планшет и так далее, подключился и настроил, сделал какие-либо изменения. То есть, опять-таки, мобильность, и такой сотрудник стоит дешевле, чем нежели сотрудник, который будет настраивать традиционную станцию, плюс экономия на транспортировке сотрудника из точки А в точки Б, то есть вызов какого-то специалиста. Здесь специалист просто быстро подключился, быстро решил все ваши вопросы, вы не дожидаетесь, пока к вам в офис приедет специалист. Плюс нужно сказать, что настроить можно с планшета, и даже можно с телефона настроить, то есть адаптивный интерфейс, который подстроится под смартфон, ну и под планшет, естественно. Кроме того, в N-серии предусмотрена различная интеграция, различные взаимодействия с различными CRM и ERP-системами, также есть АМИ-интерфейс для разработчиков, с помощью которого можно подключаться к, например, к базе данных станции, получать оттуда какую-то статистику звонков, парсить ее и куда-то отправлять дальше. Может быть, у вас какое-то есть специализированное программное обеспечение, которое парсит вашу историю и как итог делает статистику и отправляет ее куда-нибудь руководителям. Соответственно, если вы что-то такое подобное используете, то в принципе это и есть, вы можете это использовать. Кроме того, даже есть описание небольшое, как это можно сделать. В N-серии, насколько мне известно, AdJump, по-моему, закрыт. Не готов вам сейчас ответить на 100%. Например, через AdJump, если вы знаете, мы об этом много говорили, у нас есть партнер, компания MECO, которая делает интеграцию станции Starz 1S. Соответственно, они это делают через AdJump. Вот такой пример вам. Ну и несколько слайдов для общего понимания, для построения, как это все выглядит, и, соответственно, традиционная станция, как выглядит сеть, то есть некое закрытое помещение, в котором находится аналоговая станция, куда физически приходят аналоговые линии, городские, сюда же приходит лапша от телефонов, соответственно, все физически, все друг к другу подключено, довольно-таки скучно и неинтересно. В случае же построения сети для N-серии есть также физические линии, которые также приходят в станцию, если мы говорим об аналоге, но при этом вы имеете различные вариации и возможности для подключения SIP-устройств, для подключения к ваип-операторам по протоколу SIP, опять же, мобильные сотрудники, которые работают под SIP-у, ваип-операторы, которые на текущий момент гораздо интереснее стандартных аналоговых операторов по ценам, по ценам образования, как правило, используя ваип-операторы, можно довольно-таки сильно сэкономить, если у вас звонки не только внутри вашего региона, вы совершаете звонки куда-либо в соседние регионы, либо в другие страны, то, как показывает практика, у ваип-операторов эти цены гораздо ниже, чем у аналоговых операторов. Кроме того, сейчас уже разрабатывается свое сети приложение для станции N824, по поводу поддержки младшей станции еще идет дискуссия, уже доступна бета-версия, которую вы можете пощупать, посмотреть, кроме того, сейчас пока работает только на андроиде, потому что с Иосом есть некоторые проблемы для разработки определенных вещей, точнее, не определенных вещей, а на каждую разработанную функцию от Иоса нужно получить лицензию, что несколько осложняет разработку приложения под Иос, но тем не менее, работы уже ведутся, и нам обещают уже в ближайшее время показать более-менее, точнее, не более-менее, наиболее стабильную версию, нежели сейчас, но тем не менее, для андроида, сейчас вы уже можете скачать и можете попробовать. Опять же, в этом приложении, что доступно, вы можете контролировать статус внутренних абонентов, то есть там по типу системы БЛФ, вы можете посмотреть, работает сотрудник, не работает, сотрудник онлайн, офлайн и так далее, соответственно, также отображаются аналоговые линии, то есть если телефон подключен, он там подсвечивается, если телефон не подключен, то он серенький. Отображение пропущенных звонков, то есть некая история вызова, вы с этого приложения можете позвонить, также доступна запись разговора, перевоз, звонка, удержание вызова, то есть наиболее часто используемые функции в этом приложении уже доступны. Кому интересно, вот есть QR-код, либо вы можете написать запрос к нам в суппорт, ребята вам дадут ссылочку на скачивание, вы можете уже на андроиде себе установить и посмотреть сами, кому и будет интересно. Можно сказать, что работает только с, естественно, станциями E-Star. Так, ну и как итогу, неоспоримые преимущества N-Series по сравнению с традиционными станциями, это, естественно, мобильный номер, мобильные сотрудники, экономия на связи, это возможность работы с ВАИПом, опять же, возможность работы с ВАИП-операторами, что как вытекает экономия на исходящей связи, это запись разговора, автоматическая запись разговора, бесплатная, интеграция с CRM-системой, при этом наши, соответственно, партнеры, которые продают своим клиентам, могут гарантировать бесплатную техническую поддержку со стороны компании E-PIMATIC, ну и на текущий момент нет никаких лицензий, соответственно, вообще никаких лицензий, то есть вы покупаете уже готовое законченное решение и начинаете его использовать. Ну и один из интересных моментов это розничная стоимость. для N412, для малышей станции есть две стоимости, это базовая комплектация и максимальная комплектация, это то, о чем я говорил на первых слайдах, то есть в базовой комплектации включено 8 аналоговых абонентов, 2 аналоговые линии, для подключения городских линий, 8 SIP-абонентов, 4 SIP-линии, 8 одновременных вызовов, расширяется до 12 аналоговых абонентов, до 4 аналоговых линий, либо заменяются, набирая линии. Для станции 824 цена единственная, так как сборка единственная и ничего там изменить нельзя. 24 аналоговых абонентов, 8 аналоговых линий, 8 SIP-абонентов, 8 SIP-линий и 16 одновременных вызовов. Как видите, стоимость указана на сайте. Ну, и, конечно, такая небольшая приятная новость для наших партнеров, которые, соответственно, хотят прикупить данные модели на первую покупку. Соответственно, в единичном варианте вы получаете дополнительную скидку 10% от вашей текущей стоимости. Причем, первую покупку здесь имеется в виду, что вы можете купить одну N412, одну N824 и получить дополнительную скидку 10% на каждую из них. Ну, всем спасибо. Давайте теперь обсудим те вопросы, потому что я смотрю в чате жарко. Коллеги, давайте еще вопросы. Если есть, обсудим, потому что я смотрю на часть вопросов, Олег уже ответил. я смотрю, я смотрю, Ну, знаете, Константин, о каком переводе звонки идет в речь? О внутреннем переводе или о переводе на внешнего абонента? Просто если мы говорим о переводе на внешнего абонента, то здесь задержка может быть связана с оператором. Соответственно, опять-таки же, какой вопрос, точнее, по какой линии? По аналоговой, по SIP-линии? Ну, плюс вот, да, наш инженер Олег подсказывает, что на медленной линии отрабатываться будет медленней. Антон, ну, как такового туннелирования, наверное, нет, но если мы говорим о 30X, то тот же 30X туннель, это на самом деле VPN закрытый и немножко допиленный со стороны 30X, причем я вам могу точно сказать, что там особых изменений от стандартного VPN совсем немного. Они просто, что они добавили, они просто все пакуют в один и отправляют по одному порту. Теоретически в станциях есть VPN, и вы можете использовать VPN. Да, опять-таки же, смотрите, почему в станциях, которые приходят в Россию, нет VPN? По той простой причине, что наше законодательство требует следующее. Для того, чтобы ввести станцию с прошивкой VPN, нужно получить специальное разрешение. При этом, как бы, если мы получаем специальное разрешение, мы ее ввозим. После того, как мы ее продаем нашим партнерам, а партнеры дальше продают клиенту, партнер тоже должен пойти и получить это разрешение. Таким образом, на одну станцию, на один VPN, каждое звено должно получить это разрешение, что не есть правильно. То есть вы можете поставить клиенту, зайти на сайт start.com и обновить прошивку, и там будет уже тунирование. Ну, по факту, там клиент-сервер, все то же самое. Ну, я просто вам точно могу сказать, я знаю, как работает 30x, потому что я работал с 30x. Поэтому там, по сути, тот же VPN-клиент-сервер просто дополнительно пакуется и отправляется в один порт. При этом сам 30x не раскрывает того, как они это делают. А по факту мы разбирали и смотрели, это тот же VPN. И при этом, если вы хотите, чтобы он у вас работал, вам все равно придется пробрасывать этот порт на вашем NAT-е. Как ни крути. Коллеги, есть ли еще вопросы по станции? Ссылкой поделится Олег. Кроме того, для тех, кто, может быть, еще не знает, посмотрите новость на нашем сайте, на pimatic.ru. У нас открылась партнерская программа для наших партнеров, которые реализуют продукцию компании Estar. Будет интересно. То есть вы можете простимулировать свои продажи и получить за это определенные, так сказать, бонусы различного типа на ваше усмотрение. Коллеги, если вопросов больше нет, то всем спасибо, что пришли, что нас послушали. Приходите к нам еще, у нас будут дополнительные вебинары. Кроме того, обратите внимание, что у нас еще есть сейчас обучение, которое планируется, оффлайн-обучение в офисе компании Pimatico у нас. Мы также будем обсуждать S-серию. Олег, который сейчас активно отвечает в чате, это наш инженер, который будет вести этот оффлайн-вебинар. Именно вебинар подразумевается технически и будет проходить в Москве 13 и 27 сентября. Если кому-то интересно, можете записаться. Там, по-моему, еще какое-то количество мест осталось. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...